Годзилла 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 Еще в 80-х Но лишь в начале 90-го года Кинокомпания ТРИ Independ nah Купила права на экранизацию у Студии Тоха Главным же условием контракта Было желание японской стороны Сохранить дух франшизы Идея ядерной угрозы И месть природы Однако американская киностудия Не особо вдохновилась Дорогостоящей постановкой В японском стиле Режиссёрское кресло было решено дать Роланду Эмериху Который с самого начала указал Своё прохладное отношение К фильмамаяädатель сирии и согласился на съемки лишь по причине полной свободы рабочего процесса. В итоге у Эмериха получилось глупое, смешное и попросту никчемное кино о культовом монстре. И даже сам режиссер в интервью признал свое детище неудачным. Проблема американского ремейка состояла в полнейшей отчужденности от духа и атмосферы оригинала. Стоит заметить, что студия Тоха так и не включила этот фильм в хронологию картин о Годзилле, а само существо было названо просто Зилла. С 2005 года Голливуд вынашивал идею еще одного ремейка более приближенного к классической трактовке. И только в марте 2010 года студия Legendary Pictures наконец-то приобрела права на новую реинкарнацию культового кольдзю, официально объявив о начале работ над проектом. В 2014 году вышел новый и последний на сегодняшний день фильм об историческом монстре Годзилле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова